приветствую в эфире обос life мы сегодня говорим о благотворительности о том нужно ли ею заниматься о том как начать ею заниматься если вы хотите еще не знаете куда обратиться и мы наша гостья сегодня это ирина бароненко основатель социальной платформы стареньки если бы точнее сооснователь сооснователь у вас в команда было сколько человек у вас в команде у 55 учредителей в команде которые создали благотворительный фонд стареньки давно вы создали сам фонд появился недавно только в марте этого года но как проект мы уже давно существуем на в украинском рынке порядка полутора лет и вы занимаетесь помощью пожилым людям до идея нашего проекта родилась таким образом мы долго наблюдали за старичками на улице часто там делали какую-то точную иноразовую помощь самостоятельно магазинах я видела как они читают какие-то последние гривны пытаясь купить что-то вот очень недорогое старалась помочь купить им что-то личное понимала что этого недостаточно что должна быть какая-то системная помощь что того что я раз в неделю помогаю кому-то одному человеку это это не систем это ничего не изменит мы захотели создать проект который бы что-то поменял в украине на более глобальном уровне у нас получается немного мы движемся маленькими шагами на движемся в частности в эту развозку нам удалось покрыть больше 400 одиноких пожилых старичков они получили как-то выбираете по критериям их кому вы помогаете одиноким либо только тем у которой там ну ограничены в движениях да это был очень сложный вопрос на самом начальном этапе нам было важно пределить критерий по которым будем выбирать людей кто нуждается в помощи потому что на самом деле нуждающихся в украине больше 7000 человек естественно покрыть всех вот только в киеве простите покрыть всех мы к сожалению пока не можем поэтому нам было важно выбрать наиболее нуждающихся поэтому мы оцениваем и сумму дохода сумму пенсии то получает человек и еще один категория лет 100 человек является одиноким у нее нет родственников детей внуков которые помогают ему но а тем кого у кого есть вы тоже помогаете ли вы выбрали для себя обмен на эту мы категорию людей мы стараемся стараемся выбирать всем помочь невозможно наиболее нуждающихся мы понимаем что тех у кого есть родственники дети или внуки они получают какую-то помощь от них не всегда бывает я лично была у бабуль которые которых есть дети но так получилось что они ехали за границу много лет назад или от 15 они про них ничего не слышали но какая была у вас первая история вот та которая наверняка запомнилась особенно первая история первая помощь наша первая история началась у нас таким образом мы понимали что хотим помогать но поскольку все мы работали других сферах не имели абсолютно никакого опыта благотворительности мы даже не знали с чего начать я и группа моих друзей сидели долго долгими часами меня на кухне дома и рассуждали как же нам понять где эти нуждающиеся люди да как же нам проверить что они реально в этом нуждаются как нам принимать платежи чтобы это было прозрачно как нам сделать систему очень понятной простой и и и и такой который могли бы доверять все люди не только не только мы наши друзья и знакомые и конечно самая большая большая сложность была в определении вот тех которые реально нуждаются мы обратили социальные службы города киева и первое наше отношения были такие очень не очень позитивные мы получили отказы потому что они нуждаются в дополнительной помощи и такое до сих пор бывает к сожалению они наверное часть не доверяют да у них нет доверия с одной стороны другой стороны нет мотивации до как-то дополнительно помогать это их рабочее время и тоже отвлекаются на это вот но так нам посчастливилось найти маленький социальный проект который уже имел какой-то контракт с территориальными центрами социальными центрами вот имея один контракт в руках мы пошли к другим и так началась наша помощь самое первое пришли в первую очередь самые первые наши истории это были это были преимущественно бабули очень мало к сожалению дедушек встречается в наших историях это были бабули одинокие которые живут в не очень хороших условиях я помню первую реакцию на наше появление не всегда задавали вопрос вот кого а кто ваш спонсор мы объясняем мы не от кого у нас нет спонсора мы молодежь города киева которые собрались да такие же ребята как мы которые имеют работу собрали деньги купили вот вам продукты питания бытовую химии пришли вас наведать мне говорят так да а все же кто ваш спонсор подозрительно подозрительно конечно конечно вот те люди которые мы приходим же они первый раз второй раз они уже нам доверяют и не с удовольствием проводят время и для них очень ценно и только то что мы приносим продукты питания тоже конечно очень важно очень важная прибавка к их пенсии получается них есть возможность что-то другое купить это лекарство купить на их пенсию им еще важно очень внимание да они с удовольствием многие рассказывают про свою историю жизни мы встречаем уникальных людей и обычных людей тоже встречаем уникальных спортсменок бывших учителей инженеров которые показывают свои изобретения своих своих учеников которые сделали большой вклад в железо от общения общения они остались одиноки до на старости лет и мы понимаем насколько это насколько это ценно для них да и мы часто получаем от них письма благодарности это то что очень трогает вы знаете это просто что-то невероятно когда они садятся от руки начнут писать уважаемые ребята из проекта стареньки там к нам заезжали там сегодня анечка там и сашенька и вот они пишут искренне письмо такой от руки обычно клеят очень какие-то красивые марочки знаете ну вот такой ручная работа такого мы уже наверное не видели а бывали те кто отказывался от помощи бывали бывают понимаете у них такая сложная история ниже многие напуганы у них у некоторых были попытки забрать квартиры да ну там какими-то неблагонадежными товарищами к ним к некоторым вламывались через окна люди естественно что мошенники мошенники да естественно что многие из них напугали обращались к вам таких ситуациях нет они просто после вот таких ситуаций очень сложно доверять им людям поэтому бывает правда бывают случаи когда они открывают дверь нам удается только поставить пакет на порог и но они не пускают дальше не готовы дальше общаться так как тоже бывает а сколько вы говорите человек у вас команде пятеро 5 5 нас больше нас насмели очень много нас вот наша команда которая является учредителями фонда нас 5 человек вокруг нас есть много наших постоянных волонтеров которые нам помогают наши друзья наши партнеры к нам примыкают часто творческие люди которые которые вот зажигают статьям и хотят что-то что-то вот реализовать например от крис кулакова она сделала в фото выставку на нашем проекте да и на стояла на платформе тыс графировала да люди люди которые вот творчески не часто отзываются желанием сделать что-то на эту тему да как-то тоже привлечь внимание общественности к этому вопросу что-то необычное что-то такое что обратить внимание сразу многих людей на но а сразу вопрос где вы берете деньги на такое обширную благотворить но она у нас не очень обширная к сожалению мы бы хотели конечно большего масштаба все очень просто мы занимаемся по сути краудфандингом у нас есть сайт на котором можно оплатить сделать в свой взнос то есть есть карточка и на все очень прозрачно поскольку мы в абсолютно не используем наличные операции личные платежи только безналичные операции какие варту в месяц бывает по-разному наша цель собирать 1250 в квартал бывает бывает благодаря некоторым нашим донатором индивидуальным и большей суммы вать что мы достигаем этой суммы но вот на сегодняшний момент сначала работы уже фонда это вот с апреля месяца у нас порядка 400 тысяч гривен собрано из них уже конечно большая часть средств потрачено потому что были были выдачи были были покупки продуктов и бытовой химии вы покупаете продукты и бытовую химию да какие-то медикаменты медикаменты мы стараемся пока не покупать потому что такая очень тонкая очень тонкая вещь и все-таки мы еще берем ответственность за за то что мы приносим вот вы покупаете продукты там это какие-то крупы масло до что-то такое да у нас там крупы масло сахар мука часто бывает какие-то базовые бытовые вещи типа мыло мощи вак да даже нам удавалось пить небольшой крем для ру для них тоже очень важно консервы помогает им дальше готовить вот это все но если эти люди одинокие многие из них готовят самостоятельно а так к ним прикреплены струнники терцентров да которые помогают им делать соцработники базовые вещи типа уборки дома да или готовки вот но но многие из них вы знаете это что они одинокие почти не выходят на улицу единственно достаточно активно дома да и стараются тоже сами поддерживать домом порядок а сколько часов в день вы тратите лет на такую работу вот у каждого из вас в команде еще есть основная работа да 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 и сколько часов день уходит на вот это вот я расскажу да конечно каждый из нас работает на основной работе или имеет собственный бизнес имеет собственные проекты поэтому сказать что мы вот вы там выделяем ежедневно по два часа времени да наверное неправильно в одни когда занимаясь только этим проектом да и наши девчонки бывает никогда я к сожалению могу делить ему ни секунды внимания когда это командировки какие-то там другие вопросы но вы знаете мне кажется наша команда она такая разная вот наши наши девочки в команде и это дает с одной стороны иногда некоторые там сложности в понимании друг друга но чаще всего это какой-то эффект синергии когда мы можем друг друга подстраховать когда мы берем на себя и закрываем разные вопросы в проекте и поэтому когда кому-то когда кому-то не дается уделить внимание проекту там сегодня если как-то кто-то кто подстрахует хорошо мы сейчас прервемся на небольшую паузу и потом вернемся к разговору хорошо а